Здравствуйте, рукодельницы! С вами Маковка. Я сегодня к вам с розовым чемоданчиком. А в чемоданчике абсолютно новая пряжа Папирус Фибронатура. О ней и пойдет речь в этом видео. Как и у всей пряжи Фибронатура, у Папируса этикетка из крафт-бумаги, что подчеркивает натуральность этой продукции. Но у Папируса достаточно редкая смесь хлопка с шелком. В составе здесь указано 78 процентов хлопок и 22 процентов шелк. Моточки небольшие по 50 грамм с длиной нити 120 метров. На ощупь нитки очень приятные. Посмотрите какие они фактурные, слегка волнистые. Расцветки пастельные очень-очень нежные и у этих ниток матовый приглушенный блеск. На момент съемок видео в продаже было только 8 цветов. Но сезон только начался, все впереди. Если мы посмотрим на сайт производителя, то увидим, что в палитре всего есть 22 цвета. Причем все они пастельные и нежные. Обратите внимание, что интересно, у производителя на сайте Папирус отнесен к пряже сезона зима-осень. Хотя пряжа по большей части хлопковая. А топик на фото ниже вообще связан из гардена. Это тонкий хлопок. Поэтому мне интересно, отнесение в разряд осенне-зимней пряжи просто ошибка или это сделано намеренно из-за того, что эта пряжа не очень тоненькая. Давайте-ка получше рассмотрим эту пряжу. Нитка достаточно рыхлая, средней толщины. Сейчас мы ее разделим, чтобы посмотреть, и скольки они там скручены. Но как-то скручена она так, что не очень легко раскручивается. Скручена из двух толстых рыхлых нитей и двух тонюсеньких поплотней. Я не знаю, где-то тонюсенькие нитки. Есть шелк, который в составе, или он здесь представлен в каком-то ином виде. Зато у меня есть зажигалка. Сейчас мы подожжем и проверим, действительно ли там натуральный состав. Хорошо горит, абсолютно не плавится, синтетики здесь точно нет. Хотя вроде, когда горит шелк, должен быть запах паленого волоса. Его я не почувствовала. Но с другой стороны, здесь очень много хлопка и очень мало шелка. И кусочек, который мы подожгли, очень-очень маленький. Вполне возможно, именно поэтому и нету запаха. Итак, что мы имеем? У папируса нет сильного блеска. Ниточка очень интересная, фактурная, мягкая. А еще, если посмотреть внимательно на нитку, то можно увидеть такие мелкие-мелкие капочки. Вот как будто бы микрокатушки. Вот. Поэтому я сделала предположение, что в папирусе используется буретный шелк. Ну, во всяком случае, я так думаю. Хотя на этикетке нет никаких уточнений по этому поводу. Буретным называют шелк, спряденный из коротких волокон. Это верхняя и внутренняя часть кокона, которую нельзя раскрутить в длинные ровные нити. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что гусеничек, то есть куколок шелкопряда, варят вместе с коконом, чтобы получилась длинная непрерывная нить? Ну, иногда варят, иногда паром как-то умерщвляют, чтобы бабочка не успела вылупиться и прогрызть кокон, иначе длинная непрерывная нить не получится. Если бы я была веганом, я бы, наверное, выкинула шелковые простыни из жалости к бедным гусеничкам. Хотя, с другой стороны, бабочки там вроде долго особо не живут, каких-то две недели. Ну да ладно, не будем о грустном. Где-то в интернете, кстати, на одном из сайтов видела информацию о том, что буретный шелк придется именно из коконов, которые уже покинули бабочки. Что именно этих коротких волокон вполне достаточно для придения, поэтому поврежденные коконы вполне подходят для производства. Но я нигде не нашла подтверждения данной информации. Во всех информационных видео о производстве шелка говорится о том, что куколки погибают. Мне это очень интересно. Если вы специалист данной области и совершенно точно знаете, что существует технология производства шелка, при которой бабочки остаются живы, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, поехали дальше. Пришло время связать образец и посмотреть на нитки папирус в работе. Что они там нам рекомендуют? 4,5 мм. Хорошо. К слову, спицы у меня КНИТПРО серия БАЗИК, алюминиевые, и я смотрю, что носики у них достаточно длинные и зауженные, но вроде как и не колются. Первый раз буду ими вязать. Всегда интересно попробовать в работе новые спицы. И вот что у нас получилось на спицах 4,5 мм. Резинка, конечно, ужасно выглядит. Вот это изнанка. Но оказалось, что я такая слепандя. Я не туда посмотрела. Шрифт на этикетке такой мелкий, что, наверное, мне надо было бы очки одеть, чтобы нормально все рассмотреть. На самом деле, они рекомендуют спицы толщиной 3,5 мм, а 4,5 мм – это крючок. И вот наш следующий образец. Резинка здесь связана на спицах 3 мм. Она, конечно, выглядит уже получше, чем на 4,5 мм, но все-таки как-то не очень. Посмотрим, что будет после стирки. Сам узор я вязала спицами 4 мм. И знаете, что оказалось? Довольно непросто подобрать узор, который хорошо бы смотрелся в этих нитках. Я находила узор, начинала вязать, а потом распускала, опять находила, опять вязала. Ну, все равно что-то не то. Наконец, вроде бы нашла то, что мне понравилось. Возможно, я неправильно сделала. Возможно, надо было бы неудачные образцы тоже оставить, показать. Но вот как-то не сообразила, сразу распустила. Кстати, после распускания нитка совершенно нормальная была. То есть, не надо было ее выравнивать, нормально все было. Схемка этого узора по ссылке под видео. Если интересно, можете забирать. И еще один маленький образец связан крючком номер 4. В крючке вязание довольно толстое, кстати, и мягенькое. А сейчас мы образцы быстренько померяем и постираем. По поводу ухода. Стирать вещи шелком нужно очень аккуратно. Рекомендуется ручная стирка. Желательно не тереть и не выкручивать. И сушите в горизонтальном положении. Моющие средства выбирайте без отбеливателя и не агрессивные по своему составу. Так. Видно, что водичка чистенькая, не покрасилась. Сейчас я его нормально выполоскаю и разложу, чтобы высох. Так. Ну, образец еще мокрый, но уже видно, что резинка разровнялась. А вот в этом маленьком образце какая-то огромная дыра маха прямо вот так смотрит на меня. Вообще, вообще получились слишком большие петли на 4,5. Итак, образцы высохли. Видно, что петельки разровнялись. Даже в образце, связанном на 4,5 мм, резинка выглядит уже получше. Ну, а резинка, связанная на тройке, даже немножечко радует. После высыхания образец запомнил форму и вполне ее держит. Хочу вам еще один образец показать. Это образец фабричный. Мне сказали, что они также вяжутся вручную. И он связан на спицах 3,5 мм, как они рекомендуют. Видите, петельки достаточно аккуратненькие. Хотя видно, видно, что нитка фактурная. Но довольно ровненько в лицевой глади легла. У меня в глади на спицах 4 мм тоже довольно ровненькие петельки. По усадке. Большой образец. До стирки ширина 26,5 см, высота 14 см. После стирки ширина 27 см, высота 13 см. Итог – минус 1 см по длине. Образец дал усадку. Маленький образец связан на спицах 4,5 мм. До стирки 11 см по ширине и 7 см по высоте. После стирки 12 см по ширине и 6,5 см по высоте. Как видите, даже маленький образец дал усадку. Обязательно учитывайте это при своих расчетах и при построении выкройки. Точно не знаю, будет ли вытягиваться изделие под своим весом во время ношения, потому что нитки достаточно легкие и очень любопытно будет услышать ваш отзыв по этому вопросу. Хочу отметить, что образец этот очень-очень приятно держать в руках. Вот ощущения такие интересные, вот оно мягче, чем обычный хлопок, такое вот приятное, ну вот как масло, не знаю, вот такая идиома на ум приходит. А еще что хочу отметить, во многих описания изделий шелка используется слово струящийся, например, струящееся полотно. В данном случае оно вообще неприменимо. Этот образец хоть и очень приятный на ощупь, но очень трудно назвать струящимся. Мне кажется, это еще одно подтверждение того, что шелк в пряже используется буретный, да и хлопков в составе достаточно много. Напоследок о спицах. В принципе, вязать ими было достаточно легко. Кончики у них остренькие, но они мне не кололи. И знаете, они мне понравились, несмотря на то, что базик это одна из самых недорогих серий Укнидпро. И пряжа сама очень легко вяжется. Для сравнения у нас есть обзор похожей факторной пряжи на кофеоры. И в работе с ней мне не понравилось то, что спица постоянно цеплялась за тоненькую торчащую нить. Здесь ничего подобного не было. Нитки вяжутся превосходно. Мне понравилось. Надеюсь, обзор был вам полезен. С большим интересом послушаю ваши отзывы о пряже папирус и о том, понравилось ли вам с ней работать или нет. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал Маковка, если не подписаны. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...